Наша вторая встреча посвящается, как я и обещал, очень важной теме – это сценарий, замысел, идея. Потому что, поверьте, это начало-начал. Владимир Александрович Грамматиков – советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, кинодраматург, продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, креативный продюсер компании «Дисней Россия». Как синтезируется это все, да, то есть вот я абсолютно убежден, что каждый человек талантлив. И обязательно у него, не знаю в каком возрасте, то ли в 7 лет, то ли в 9, то ли в 15, то ли в 22 прозвенит колокольчик. Другое дело, что его можно не услышать на дискотеке, но обязательно прозвонит, когда вы должны двинуться и найти свой путь. И вам делается все ясно, понятно. И, поверьте мне, удивительным образом все одно за другой начинает цепляться. Все как-то ладненько-ладненько складывается. Этот пазл делается абсолютно рельефным, абсолютно очевидным. Но этот момент нужно не пропустить, потому что если мы его пропускаем, у нас начинаются сомнения, мы начинаем складывать пазлы, что-то не ладится, что-то это. Мы перекладываем нас с одного на другое, мы обвиняем всех, что я неуспешен потому-то, потому-то, потому-то. Прислушивайтесь к себе. Это правда очень важно. Также и начало картины. Это должно быть очень искреннее ваше желание сделать, поразмышлять и сказать об этом. Это не должно быть модным, понимаете? Хотя иногда это совпадает. Это должно быть вашей потребностью. Когда вы ложитесь спать, засыпаетесь с этой мыслью и просыпаетесь с этой мыслью. Подумать о том-то, о том-то, о том-то. Ведь что такое режиссер, или драматург, или уже группа съемочная? Это люди, которые делают произведения, на которые придут сотни тысяч людей. И этим сотням тысяч людей это должно быть интересно. Если это и не интересно, все. Нет общения экран-зритель. Экран-зритель. Поэтому, конечно, нужно учитывать особенности зрительского восприятия. Но только вот с уверенностью вам говорю. Чем вы искренней будете, чем проблема или вопрос, который вы будете ставить, будет действительно для вас просто жизненно необходим, тем вы будете интересны. В этом все дело. Собеседник – это тогда интереснее, когда он говорит то, о чем он думает, о том, что он осознал. Когда просто блям-блям-блям-блям-блям – это шум. И мы вначале начинаем слушать, но потом уже все, до свидания. И это уже не то восприятие. Поэтому начните с того, не спешите с этим. Начните с того, что подумайте. В нашей теме другом быть непросто. О чем вы хотите сказать? Мы сразу договорились, что это может быть очень драматичная история, печальная. Это опыт жизненный. Это может быть восторг, когда друг пришел на помощь в самую неожиданную минуту и выяснил, что вы его не считали другом, а он-то и оказался самым близким, самым родным и самым необходимым вам человеком. Поэтому это может быть случай жизни, конечно. Это может быть то, что было совсем недавно. Это может быть мечтульки. Это может быть о том, что вы хотели бы видеть такого. И это может быть такая волшебно сочиненная какая-то история на грани фэнтези, когда… как маленький принц. То есть это может быть в жанре сказки. Это может быть, наоборот, реалистичная история, жесткая, сегодняшняя. Потому что мы хорошо знаем, как вам непросто подросткам ориентироваться, как вам нужно находить ответы на огромное количество вопросов. Не бойтесь. Здесь все двери открыты, понимаете? И жанровые, и направления, и тематические. Но начните еще раз то, о чем вы хотите сказать. «Идея». И мы можем это обсуждать на уровне не готового сценария, а на уровне идеи. В кино это называется синопсис. Это короткое содержание. Это еще без диалогов. Это еще… Это уже профессиональный термин. Тогда давайте запоминать какие-то вещи. Синопсис – это краткое изложение истории. То есть это суть. Про что? Это еще не как. Это еще не жанр. Это еще… Это только про что. И чем точнее это будет сформулировано, чем, еще раз повторюсь, как бы для вас важное, принципиально, о чем вы говорите, тем продуктивней будет результат. Дальше, если вы утверждаете эту тему, то дальше идет литературный сценарий. Литературный сценарий. Чем отличается от прозы? Потому что в прозе могут быть огромные лирические отступления. Я скажу откровение вам. Даже может быть немножко страшное. Дело в том, что кино не нужна совершенная литература. Очень трудно экранизируется Набоков. Очень трудно экранизируется Бунин. Совершенная литература, она имеет свою специфику. Понимаете? Когда ты читаешь, перелистываешь странички, потом возвращаешься на абзац, назад. И я вот сейчас читаю роман «Щегол». Потрясающий роман. И я главы прочитываю, а потом возвращаюсь, потому что литература дает эту возможность фантастическую. Плавать в сюжете. Потому что можно вернуться. Иначе осмыслить то, что ты уже прочитал 30 страниц назад. Кино – это сюжет. Это история. Все равно первично история – сюжет. Поэтому не уходите в какие-то пояснения долгие. Диалоги тоже делайте небольшими. Они должны быть внятными и понятными. Определите зону конфликта. Иногда можно историю начинать с конфликта. И потом разворачивать историю. А как же к этому пришло? Иногда мы вместе с героями проходим сложный путь и приходим к этому конфликту. И в финале его разрешения. Сложите эту историю. Почему? Потому что, конечно, в кино есть колоссальная возможность в монтаже. Мы это поговорим в наших следующих беседах. Потому что можно абсолютно перемонтировать изображение. И картина будет иначе выглядеть. Но лучше иметь внятную концепцию. Внятную историю. И вот вы прописываете литературный сценарий. Когда есть литературный сценарий, прочитайте его друзьям. Спросите, не бойтесь этого, интересно или нет. Обязательно нужно иметь ответную реакцию. Потому что иногда мы очарованы своими замыслами. Нам кажется, что мы гениальны. Что мы написали фантастическую вещь. Вообще, не бойтесь. Не бойтесь правды. Не бойтесь критики. Не бойтесь другого мнения. Чем больше вы будете обсуждать это. Чем больше вы будете убеждать и себя в том числе. Понимаете? И себя в том числе. То, о чем вы говорите, внятно, понятно и доступно другим. Удачи, успехов. Ручку в чернила мы ждем. Редактор субтитров А.Семкин